Всем привет! Меня зовут Максим и я занимаюсь видеопроизводством полного цикла, а также являюсь владельцем компании Soul Production. На рынке очень много электронных трехосевых видеостабилизаторов. Среди них топовые FreeFly, далее идут DJI, а потом средние и низкодиапазонные китайцы, среди которых наилучшим считается Жиан Крейн. Сегодня мы поговорим о его прямом конкуренте, Fiyu Tech A2000. Для съемок я использую трехосевой электронный стабилизатор Жиан Крейн V2, который купил пару месяцев назад. Выбор был долгим и мучительным. Даже уже практически заказал DJI Ronin M, но все-таки решил брать Жиан и не пожалел. Для моих целей и в паре с небольшими камерами его плавности хватает с головой, да и цена в разы приятнее. Крейн как раз является прямым конкурентом этой штуки, которую вы сейчас видите в кадре. Собственно, поэтому все сравнения будут происходить непосредственно с ним. В комплекте нас ждет разобранный стабилизатор, который состоит из ручки основного блока с креплением и площадки. Зарядки, маленького штатива, двух пар аккумуляторов, упора для объектива, кабель для зарядки и управление фокусом на камерах Sony. Расстраивает то, что в комплекте нет кейса для переноски, который есть тем же Жиан Крейн. Пару раз покатаетесь с трехосевиком в разобранном состоянии и несколько сколов вам точно гарантированных. В Feiyu Tech A2000 удачно сочетается металл и резиновые вставки. Сборка хорошая, он отлично ощущается в руках. Ручки толще, чем Жиан Крейн и более приятны на ощупь. Управляющие кнопки на рукоятках выглядят аккуратно, а индикация более понятна. Все три мотора для калибровки оснащены наглядной миллиметровой шкалой для точности. В целом, здесь вообще не наблюдается никакой кустарщины, которая могла бы проскакивать в китайских стабилизаторах. Кроме одного момента. Внутреннее пространство ручек, куда вставляются аккумуляторы. Сделано оно слегка похабно и заметны следы не совсем аккуратной пайки. На стабилизаторе и ручках находится 8 стандартных разъемов с резьбой для штативов или любых других аксессуаров, микрофонов, мониторов и т.д. Весит устройство с одинарной ручкой и без батарей всего 720 грамм. Zhiyan Crane V2 – 950, но двойные ручки однозначно тяжелее Fiutec, поэтому вес при реальном использовании практически идентичен. За счет того, что ручки собираются, стабилизатор можно поставить в любое место и использовать как штатив. Также очень удобно в таком положении заниматься калибровкой, но чем больше складываемых элементов, тем хуже монолитность. Ручки даже при самой сильной фиксации дают небольшой люфт, который может негативно сказаться на картинке. Насчет калибровки. Здесь все гораздо проще и реально устройство подходит для большого количества тушек и объективов. У меня Zhiyan Crane – постоянная проблема. Когда я хочу накинуть на Panasonic G7 20-мм блинчик, то даже на максимальном выносе вперед зад камеры уходит назад. Уж больно маленький объектив. А с A2000 таких проблем не наблюдается. Здесь масса положений для установки камеры в нужном положении. Для того, чтобы с максимальным удобством управлять Zhiyan при установке двух ручек, вам понадобится дополнительный пульс, который и вешается на рога. Но с Fiyu Tech A2000 такая штука вам не нужна, поскольку на правой ручке вынесены элементы, которые немного удобнее, чем у конкурента, и триггер для спуска затвора. Ручки здесь активные и более функциональные. Кроме этого, трехосибик может крутиться на 360 градусов даже с самыми большими объективами, чему не скажешь про творение Zhiyan, которое постоянно что-то цепляет. A2000 способен работать с камерами до двух килограмм, что на 200 грамм больше, чем у Zhiyan Crane второго поколения. При использовании в паре с одной ручкой Fiyu Tech A2000 гораздо удобнее Zhiyan Crane за счет большей толщины и использования резины в конструкции. Ладно, теперь приступим к главному. Как хорошо справляется Fiyu Tech со своей основной задачей. Очень понравилась простота в калибровке, что позволит настроить A2000 даже новичку. Стабилизация получается достаточно неплохой. Все аккуратненько и ровно. Но для достижения наилучшего результата вам придется еще больше внимания уделять правильной ходьбе на согнутых коленях и очень плавным движениям. Ну а еще идеально, чтобы вы использовали камеру с матричной стабилизацией. Для сравнения выбрал локацию в парке с проходкой за человеком. Fiyu Tech A2000, полностью откалиброванный по всем осям с камерой Panasonic Lumix G7, показал в принципе достаточно неплохой результат. Все движения оператора были на полусогнутых ногах. Zhiyan Crane V2 с той же камерой и объективом в тех же условиях с калибровкой и на согнутых ногах показал себя немного лучше в этой ситуации. Но разница, как видите, не столь колоссальна. Для удаленного управления и обновления прошивки имеется приложение для смартфонов. Самое интересное, что помимо стандартных функций на манер удаленного поворота и разворота, также присутствует возможность управления силой моторов и функция съемки таймлапсов с возможностью задания скорости движения и направления. Fiyu Tech A2000 комплектуется такими же аккумуляторами емкости 2200 мАч каждый, как и прошлый A1000. У Zhiyan Crane V2 с этим дела обстоят чуть-чуть лучше, поскольку производитель положил более мощной батареей по сравнению с первым поколением. Среднее время работы A2000 составляет 10-12 часов, чего хватит практически для любой съемки. Но в комплекте также имеется два дополнительных аккумулятора, что увеличивает время съемок. У Zhiyan Crane V2 этот показатель колеблется от 18 до 20 часов, но в комплекте лишь одна пара батарей. Fiyu Tech A2000 оказался хорошим стабилизатором начального ценового сегмента, который может составить конкуренцию Zhiyan Crane. Стоимость моделей разнится на 100-150 долларов. И здесь преимущество у Zhiyan Crane V2, который можно купить в базовой комплектации с одной ручкой за 550 долларов, а Fiyu Tech A2000 за 650. Если покупать сразу дополнительные ручки, то Crane будет стоить 650, а A2000 – 800 долларов, ведь у него ручки активные и навороченные. По стабилизации мне, честно, понравился больше Zhiyan Crane V2, которым, собственно, меня сейчас и снимают. Здесь дела лучше обстоят с внешним видом, эргономикой и легкостью в настройке. Если вы себе хотите первый стабилизатор, обязательно обратите внимание на эту штуку. Но знайте, в комплекте нету кейса. Субтитры сделал DimaTorzok